На канале Россия продолжает свою работу «Утро пятницы». Здравствуйте, друзья! Завершается первый весенний месяц. Вы заметили, как много знаменательных дат было в марте? Конечно, в первую очередь Международный женский день. День кошек, день работников культуры отметим завтра, день весеннего равноденствия, день поэзии, день театра. Так вот, сегодня нашу программу мы посвятим лирике, поэтической лирике. И об этом сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью в горах с мокрым снегом. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, в горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 9, плюс 14, и местами плюс 2, плюс 7 тепла. В Черкесске небольшой дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 11, 13 тепла. Как вам кажется, может ли по наследству передаваться поэтический дар? Я думаю, да. Ведь героиня нашего сюжета по профессии человек совсем не творческий. Имя известного черкесского публициста, поэта Моэда Назировича Пхешхова навсегда останется и в сердцах его коллег, и в сердцах его зрителей, его почитателей. А программы, которые в свое время делал Моэд Назирович, навсегда останутся в золотом фунде нашей телерадиокомпании. Есть люди, как небо, чистые и прекрасные. Их души открыты, а помыслы ясны. Есть люди, как солнце, что греют нам душу. Есть люди, как песни, что хочется слушать. Есть люди болота, а есть океаны. В одних много грязи, в других много тайн. Есть люди ветра, а есть ураганы. Надежные есть, подобные камни. А есть, что похоже на замок песчаный. Есть люди, как ртуть, а есть, как железо. Одни ядовиты, другие полезны. Есть люди, как воздух, а есть просто газы. Одни нам для жизни, другие опасны. И в этом людском многообразии, где под масками скрыты пороки, сумеешь сберечь свою душу и разум, что удается немногим. Сегодня Ирину Пхешхову вполне можно назвать состоявшимся поэтом. Хотя она сама, признается Ирина, никогда не думала, что будет писать стихи. Впервые попробовала себя на поэтическом пуприще, когда ей едва исполнилось пять лет. Я была, помню, с папой, с мамой. И мне как-то вот строчки пришли такие смешные, юмористические, скажем так. Сейчас, конечно, я их уже не вспомню, но мне захотелось их озвучить, рассмешить маму с папой. И вот они долго еще вспоминали этот момент. Шли годы. Казалось, Ирина навсегда забыла, что такое рифма, поэтические строки, вдохновение. Но ушел из жизни любимый папа, настоящий друг, близкий человек. Это был настоящий удар. Сердце болело нестерпимо, и строки рождались сами собой. Я боялась упустить те мысли, которые у меня были в голове, те чувства, которые были на сердце. И я старалась это очень быстро написать, потому что боялась что-то упустить. Папа, расскажи мне снова сказку. Может успокоиться душа. Мне так не хватает твоей ласки, а мир жесток, как лезвие ножа. Папа, похвали меня немного. Только ты умеешь утешать. И переведи через дорогу, словно в детстве за руку держа. Папа, а давай с тобой уедем. Пусть нас ищут в разных городах. Знаешь, мне сильнее всего на свете. Хочется уснуть в твоих руках. Так дальше и повелось. Ирина до сих пор не знает, откуда приходят вдохновения, нужные слова. Но происходит это всегда внезапно, иногда в самый неподходящий момент. Это похоже на чудо, которое трудно объяснить. Помню, работала в магазине, если конкретику, и обслуживала, естественно, покупателей, и просто вот в голову пришли какие-то строчки. И я подумала, что строчки сами по себе достаточно интересные, нужно их развить. И буквально вот как только вышел покупатель, на клочке бумаги, все это быстренько написал, а потом уже начиналось все это дорабатывать. Сегодня в арсенале Ирины несколько десятков нежных, пронзительных стихотворений, в которых светлая грусть и немного легкая ирония. И все они о главном. Чаще всего темы любви. Без этого никуда мы не денемся. От этого тоже, да. Любовь существует? Остальное все. На мой взгляд, да, существует. Но, возможно, не всем она дана. И не все ее смогут испытать в своей жизни. Но то, что она существует, это, конечно, безусловно. Да, я обманута, но вовсе не тобой. Обманута своим воображением, своей наивной, глупой мечтой. Обманута, да головокружение. Наивная поверила глазам, хоть сердце говорило, не спеши. Мудрец один давным-давно сказал, глаза подобны зеркалу души. Он прогадал, но в чем его вина? Ведь ошибиться в жизни может каждый. Я, как и он, доверчивой была. Я, как и он, доверилась однажды. Да, я обманута, тут нечего скрывать. Но пусть тебя не мучат угрызения. Я научилась главному – прощать. Прощайте, отпускайте, без сожаления. Так что же такое поэзия? Это дар или соединение таланта и трудолюбия? Прежде всего, соприкосновение с Богом, считает Ирина. Да, если мы говорим просто о рифме, то, безусловно, мы сможем любой, да, если он постарается, он всегда найдет рифму, красивую, более-менее подходящую по смыслу. Но если в стихотворении не будет какой-то частицы души того человека, кто его написал, автору, то это просто набор слов, на мой взгляд. Первыми слушателями Ирины всегда были самые близкие люди, друзья. Но ведь поэт на то и поэт, чтобы делиться своими мыслями, переживаниями. Некоторые утверждают, что пишут стихи для себя, и признание для них не важно. Но это не так. Признание, безусловно, важно, да. Но признание мне важно не столько внешнее, сколько внутреннее. Если человек себя найдет в моих стихах, для меня это будет признанием. Возможно, когда-то появится сборничек маленький, и людям понравится то, что я пишу. Я буду очень счастлива. Ты знаешь, в этой жизни много фальши, наигранных признаний и речей. Но ты держись от них как можно дальше. Они страшнее вражеских мечей. Не верь словам, пусть даже очень нужным. Они способны разум твой затмить. Запомни, слово страшное оружие. Не дай себя поранить и убить. Не верь глазам, пусть даже очень грустным. Поверь, что людям свойственно врать. И это как отдельный вид искусства для тех, кому привычнее играть. Ну что ж, дорогие друзья, на лирической волне мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас я с превеликим удовольствием представляю вам своих гостей. Впрочем, какие же вы гости, друзья мои? Это наши коллеги. Лейла Чучаева. Боец невидимого фронта. Она представляет огромную армию телевизионщиков, без которых ни один материал не выйдет в эфир. Привет, доброе утро, Лейла. Привет, Калина. Артур Мхцем. Артур, твой голос ежедневно слышат наши телевизионные зрители. Да и материалы твои всегда актуальны, всегда своевременны. Иногда порой помогают решать некоторые проблемы. Доброе утро, Артур. Доброе утро. Ребята, но сейчас мы забываем, что вы сотрудники телевидения. Сегодня сотрудник только я. Сегодня мы говорим о поэзии, о вашем творчестве. Вы, безусловно, очень талантливые люди. Но немножечко такое отступление. О себе любимой скажу, что в моей семье, где я родилась, воспитывалось людей вот таких вот творческих, склонных к стихосложению не было никогда. Единственный был такой момент, когда мой младший брат, у нас с ним небольшая разница в два года, он пошел в первый класс, и буквально через какой-то месяц-полтора родилось его стихотворение. Оно звучало так. «Солнце ясное, краса распустила волоса, и в такой чудесный день идти в школу всем нам лень. А учитель за столом вооружился топором. В дневнике сидят колышки и играют в кошки-мышки». Вот спустя какое-то время, наверное, став взрослым человеком, я поняла, что, наверное, таким образом ребенок хотел сказать, «Не хочу я ходить в школу, там солнышко, там пацаны бегают во дворе и гоняют мяч, а там учитель с топором». Что для вас ваше поэтическое творчество? Это как что? Это необходимость, это как дышать, это как есть, пить. Лила, что для тебя? Ну, безусловно, есть какой-то поэтический зуд. Я человек, который не может не писать. Ну вот, я ничего не могу с этим поделать. И я отношусь к своему творчеству достаточно серьезно. Ты в своем творчестве пытаешься отразить свой внутренний мир, то, что тебя тревожит? Да. Я пишу то, что чувствую. Некоторые мои стихи — это попытка переосмыслить какие-то события в моей жизни, какие-то мои наблюдения за взаимоотношениями других людей, мои взаимоотношения с людьми. И, в общем, какая-то, может быть, атмосфера, которая царит. Но я вот... Она складывается в стихи сама. Бывает такое, что стихи пишут себя сами. Артур, ты сын известного абазинского поэта, публициста, народного поэта Карачаева Черкесии Керима Мхцы. Его творчество очень любят, знают, перечитывают. Часто вас сравнивают. И хотелось бы тебе когда-нибудь быть похожим в этом плане, в плане творчества на своего отца. На самом деле, сравнивают нас действительно часто, пытаются сравнивать. Но если для отца моего поэзия была жизнью, то есть он без нее себя не представлял. То, что касается меня, для меня стихи — это хобби. То есть если я не напишу что-то вот там, что зацепит кого-то, я не расстроюсь, потому что, ну, все-таки я в большей степени журналист, поэтому для меня чуть ближе журналистика. Да, если получилось, написал — хорошо, но я не зацикливаюсь на этом. Вот для отца эта жизнь была для меня увлечением. Ребята, я скажу вам честно, я не очень хорошо знакома с вашим творчеством, но то, что я видела, то, что я читала, ну, вот прям до глубины души. И вы, простите, уж комплименты в лицо, вы не поэты однодневки. И это не только мое мнение. Артур, твои стихи, которые посвящаются ну, каким-то очень жизненно важным для нас всех событиям, а не до слез. Есть одно стихотворение, написанное тобой в прошлом году. Когда я его читала, рыдала в голос. И сегодня мне этого не очень хочется делать. Но прочесть это стихотворение, рассказать историю его рождения, я попрошу тебя сейчас. Ну, я сначала расскажу, почему и когда я его написал. Год назад, ну, чуть больше года назад, когда началась специальная военная операция, несколько, некоторое количество наших земляков отправились туда. Один из них, родом из Уиджи-Гуты, погиб в первые дни этой специальной военной операции. Зовут, если я не ошибаюсь, Павел Костин. Ну, так уж вышло, что я его лично не знал. Мы просто поехали на съемку и уже привезли его, ну, с ним простились родные. И это все отложилось у меня в сознании. Я вернулся на студию, и, собственно, так родились строчки об этом пареньке, которого, еще раз говорю, я не знал лично, но, думаю, что вот, насколько это возможно, попытался передать и чувства, которые испытывали его близкие. Он вернулся домой после дальней дороги. Под одеждой скрыв раны и пару ожогов, не хотел, мол, пугать мать отца и сестер. Для мужчины нормально, все прочее вздор. Забегает счастливый. Неужто не ждали, что так рано вернемся, конечно, не знали, но я здесь, снова с вами. Скучали, небось? Тишина. Затем плач. И внутри отдалось. Все родня в конце комнаты, будто чужие. На лице отца слезы, скупые мужские. Мама, что с тобой? Словно сто лет прожила. Но не слышит его. Что-то шепчет она. Только тут вдруг увидел, над кем все склонились. Как же так? Он же здесь, рядом с ними. Простились. Люди с юным, служивым, прикрывшим друзей. В той стране, где, увы, жизнь упала в цене. Спасибо. Увы, нам с вами суждено прожить это время перемен. Оно очень сложное, но будем жить. Лила, в руках у тебя сборник. Расскажи, пожалуйста, что это за сборник? Это сборник Метру, стихи и проза. Он был выпущен в прошлом году к столетию нашей республики, к столетию образования нашей республики и к пятилетнему юбилею нашего клуба. Там есть произведения не только членов нашего клуба, но и наших друзей из поэтического клуба «Верба» из Дагестана, есть наши друзья из Казахстана, есть друзья из Балашихи. Ну, сейчас прям вот карты в руки, открываем сборник и читаем то, что нравится именно тебе. Люди невероятные, каждый по-своему особенный, и это отворожается в их творчестве. Я бы хотела прочитать стихотворение Балджан Жукаевой «Детство». Помню, как сейчас, июль и пекло. Я была так счастлива, и где-то слышался лишь речки призвон. Черных две косы сплела мне мама и зеленкой смазала все раны. Солнце, ты светила так упрямо, я пьянела и бежала вдаль. Многое изменилось с того лета, нет того двора и меньше света. Солнце, я теперь совсем иная, от лучей твоих щажу лицо. Ты же светишь яро и упрямо, вижу это, и всплывает рано. Тот июль, та мама и то лето, где была я счастлива, но это было так неслыханно давно. Боже мой, я всегда поражаюсь. Такая хрупкая, такая нежная. Ну, откуда в тебе столько мужского начала, этот какой-то металлический, несгибаемый стержень? И стихи такие же. Ну, я тебя прошу, еще что-нибудь. Так, я бы тогда прочитала кое-что из своего. Не хочу обвинять никого в своих ранах. Я давно их простила. Не могу не отметить при этом. Забавно. Помню, как это было. Помню глупость свою и наивность ребенка. Знаю, дети жестоки. Люди злятся на слабых за то, что такие, они сами в итоге. Я была уязвимой и резкой местами. Больше это не стыдно. Я узнала, что в этом запрятаны силы жить, когда все обрыдло. Жить осознанной жизнью, когда все вокруг. Говорит об обратном. Опускаются руки у тех, кто считает свою жизнь непонятной. Никому не должна и живу свою жизнь. Не могу быть примером. Не могу говорить о других свысока и от других не приемлю. Не питала надежд, что когда-нибудь стану идеалом. Но все же. Я считаю, что дан человечеству шанс и значит дан и мне тоже. Классно. Не хочу говорить батл, не хочу говорить состязание. Давайте такой биатлон небольшой все-таки проведем. Еще по одному стихотворению. Артур, попрошу тебя. Ну, это мотивационное стихотворение. Где-то недели две-три назад, по-моему, написал. Не живи самообманом. Мой тебе совет. Не ищи в себе изъянов. Идеальных нет. Признавать, учись ошибки, слабость их скрывать. Но для этого ум гибким точно должен стать. Разрушай стереотипы, уникальным будь. Недовольство, гул и хрипы не терпи, забудь. Покажи, на что способен, создавай свой мир. Не держись за тех, кто злобен, кто герой сатир. Если кем-то вдруг ты предан, вызубри урок. Опрокинуть снова бедом, не позволив с ног. Жизнь впереди не вечность. Каждый день цени. Но меняясь человечность, ты в себе храни. Мне очень нравится твоя любовная лирика. Стихи, посвященные тоже взаимоотношениям, женщинам, разлукам, расставаниям. Как-то вот, ну, может быть, потому что я просто женщина по природе пропускаю все через себя. Артур? Ой, ну я попробую тоже. Про любовь, давай, про любовь. Две точки в будущем сошлись, отмерив сложные отрезки. Координатами зажглись чудных пересечений фрески. В витиеватом чертеже сокрыты происки искусства, как будто чувства в неглиже вплелись в переживания и буйства. Мазки уверенно легли, рисуя искренние лица. Хотели, жаль, но не смогли. Таким нет места не былиться. И чтоб картина удалась двум точкам сути не калеча. Всего лишь надо, не боясь, решиться двигаться навстречу. Это просто пособие к применению. Спасибо огромное. Лила, ну, в завершении нашей встречи что-нибудь на позитиве? Я тебя очень прошу. Там, где нас нет, хорошо. Недостижим идеал. Что бы ты тут ни нашел, что бы ты там ни отдал, глупое сердце услышь. То, что имеешь, цени. То, чем ты не дорожишь, лучше упрятать в тайник. Можно забыть про вопрос, если ответчик притих, и выбирать среди звезд ту, что заметнее других. Если находишь свой путь, важно ли, где он и с кем, важно ли, где повернуть, сможешь поддерживать темп. В самой надежной броне, если не прочен скелет, будь на своей стороне, где бы не встретил рассвет. Слушайте, как здорово. Мне кажется, вы прям сегодня стали таким путеводителем для телезрителей, потому что настолько умных, мудрых мыслей прозвучало в ваших стихах. Ребят, я, реже чем попрощаться с вами, от всей души хочу пожелать вам, не бросайте писать, чтобы у вас всегда было желание, чтобы, ну, я не знаю, говорят поэты, муза. Если вам нужна муза, пусть у вас будет муза. Если будет просто желание творить, пожалуйста, творите. Вы молодые, перспективные, и, как я уже сказала, вы очень правдивые. Спасибо вам большое, что вы оставили сегодня все свои дела, пришли к нам в студию. Доброго вам дня, хороших вам выходных и успехов. Спасибо взаимно. Спасибо большое. Друзья, я хочу сказать вам, что сегодня гостями нашей утренней студии были наши коллеги, молодые поэты Артур Мхце и Лила Чичаева. Мне же остается поблагодарить вас за внимание. Сейчас смотрите программу про здоровье. И до свидания. До новых встреч. Продолжение следует...